Партнеры проекта. Развлекательный комплекс «Резиденция Королей». Сеть магазинов «Иксс-игрушки», «Игрушки плюс сказка». Сеть спортивных магазинов «Чемпион». Добрый вечер, Калининград! Здравствуйте, дорогие гости «Резиденции Королей» и наши телезрители. Вот и настал тот самый долгожданный момент, когда мы наконец-то узнаем финалиста шоу «Звезда караоке-дети» на первом городском канале. И выясним, кто же все-таки стал обладателем главного приза сертификата на 10 тысяч рублей от сети спортивных магазинов «Чемпион». Нелегко было нашим участникам, чтобы попасть до финалов. Конкурсанты пели на русском, английском языке, а чаще всего «Капельна». Ну что ж, Лиза, а прямо сейчас я предлагаю познакомиться с нашими финалистами. Я люблю танцевать, играть на саксофоне, петь в свободное время. Я занимаюсь музыкой вообще с пяти лет, а на саксофоне играю, ну, второй год. В детстве я хотела стать Леди Гагой, но теперь я певицей хочу стать, конечно. Я хочу, чтобы меня узнавали на всех улицах Калининграда. Вот идет девочка, о, смотри, это она, смотри, это как-то приятно, я не знаю. Я люблю заниматься вокалом, я люблю петь, все, что связано с музыкой. Люблю кататься на роликах, гулять с друзьями, кататься на коньках. Ездим много с мамой, с зимой, с сестрой на каток. Люблю убираться иногда, помогать маме и рисовать. Люблю ходить в школу, я бы хотела связать свою жизнь музыкой, если вдруг у меня это не получится, то учительницей младших классов. Мне нравится исполнитель Адель, ее музыка Hello, Rolling in the Deep. Я бы хотела, чтобы вот прям вышла на улицу все такие, о, это она. И сейчас нам предстоит тоже ответственный момент, мы будем представлять членов нашего жюри. Итак, победителя сегодня назовут. Самый полюбившийся нам судья Мезенцева Олига Викторовна, заслуженный работник культуры России, руководитель детского театра песни «Поющие горошины», преподаватель детской музыкальной школы Ильи Шестоковича. Петрина Елена Валерьевна, певица, педагог, судья международной категории, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Наш уже можно сказать постоянный член жюри, продюсер, радиоведущий Клим Ворошилов. И очаровательная актриса, ведущая первого красного канала шоу «Утро на колесах» и правая рука Игоря Виленского, Мария Романова. И так как сегодня последняя программа этого сезона шоу «Звезды караокей Дети», мы с Лизой будем поддерживать наших участников прямо здесь, на этой сцене. Как же я мечтала это сделать! Итак, открывает наш финальный вечер Елисеева Алена. Кстати, Алена... Хочется сказать, что Алена запомнилась нашим телезрителям своими экстравагантными выступлениями. А, кстати говоря, ее мама рассказала нам о том, что они попали на шоу совершенно случайно. И вот зашли до финала. Сегодня Алена Елисеева поборется за победу. Ваши аплодисменты! Встречаем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Незаметный день за днем идет АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, Ален, я уже имел возможность тебя наблюдать в подборочных турах, да, в предыдущих. Ты действительно тоже яркая, эффектная, не знаю, можно подбирать слова. В этом наступлении чего мне, наверное, не хватило? Прежде всего, какой-то, наверное, уверенности, ну, немножко все-таки как-то отчасти, может быть, сыровато было, но ты старалась действительно, может быть, песня не твоя, не знаю, вот что-то сказать, да, пыталась отыграть эти все моменты, из-за этого тебе плюс большой, но сегодня действительно, наверное, сложный выбор предстоит сделать. Мне понравилось, знаешь, так что я тебя с этим поздравляю. Мария Романова, что думаете вы? Добрый вечер, дамы и господа, Алена, здравствуй. Начнем с того, что с Аленой мы уже были знакомы на одной из передач, я имела удовольствие лицезреть твое выступление. Я его очень запомнила, оно было для меня ярким, было приятным, оставило самые приятные впечатления вообще, в принципе, это были самолеты. И то, как ты с ними играла, и то, как ты пела, все было очень душевно. Сегодня мне показалось, что песня слегка не твоя. Вот, пел ты ее замечательно, ты очень старалась, у тебя все, в принципе, отдавалось, за исключение, наверное, каких-то, ну, маленьких неточностей. Но как будто бы она тебя не до конца раскрыла, может быть, не показала несть твой потенциал. В общем, мне бы хотелось, чтобы ты сияла так же, как вот сейчас выступала на сцене, всегда и везде, вот, а с песнями разберемся. Ольга Викторовна, а как вам выступление? Добрый вечер, Алена. Ну, ты, как всегда, вся в блестках, вся светишься, вся сверкаешь разными гранили своего таланта, не только костюма. Что хочется сказать тоже с пристрастием к тебе. Я тебя тоже слушаю уже не первый раз. И в прошлый раз от меня были комментарии, что немножечко больше обратить внимание на дикцию, на атаку звука. А вообще, ты большая умница. Я так поняла, что у тебя очень романтическая натура. Может быть, в выбор песен нужно было подумать на эту тему? Ты настоящая блондинка. Елена Валерьевна, вам слово. А я поздравляю всех с окончанием этого проекта, этого замечательного праздника, который нам предоставил Первый городской канал. Спасибо и аплодисменты Первому городскому каналу и Резиденции Королеви за то, что принимают этот проект у себя на площадке, дарят нашим детям, нашим родителям такой праздник. И хочу сказать спасибо всем родителям и детям, которые участвовали, не только те, которые сегодня пели на сцене в финале, но и на протяжении всех дней, всех туров, четверть финала, полуфинала. Спасибо вам большое за творчество. Я знаю, что все готовились. И вот, кстати говоря, знаю абсолютно точно, что песни выбирались и не повторялись. На каждом туре были разные песни, разные костюмы. Я знаю, как это все сложно, тяжело. Ольга Викторовна меня поддержит, да? За неделю подобрать песню и шить новый костюм показать. Это очень сложно, непросто, тем более в наше время. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех родителей и солистов, и детей за их творчество, терпение и желание стоять на сцене и заниматься творчеством. Вам аплодисменты сами себе. Ну, а теперь, Калюни, перечислять правильность снот я не буду, потому что это не профессиональный конкурс детского творчества. И, ну, если сравнить, например, с международными конкурсами, на которых я бываю, только что я вернулась со Швеции, побывала в Грузии, три дня назад прилетела и получила сейчас такое же удовольствие, как на международной сцене. Спасибо тебе за творчество, дай Бог тебе терпение, еще раз терпение и здоровье на то дело, которое ты выбрала. А с песнями, как Маша правильно сказала, мы будем разбираться и будем просто творить и петь дальше. Спасибо, Алёна. Алёна, спасибо тебе огромное за выступление. Друзья, давайте проводим Алёну аплодисменты. И какие-то выводы делать рано, потому что сегодня наши участники никаких звезд от судей не получают, а победителя и финалиста мы узнаем в самом конце программы. Наша следующая и последняя на сегодня финалистка Вера Лавренцова любит исполнять песни Зинаиды Куприянович, которая, кстати, стала финалисткой национального отбора конкурса детской песни «Детская Евровидения-2015» и лауреатом «Детской новой волны-2013 года». Поможет ли Вере сегодня энергетика сильного артиста? Узнаем сразу после её выступления. Встречаем Веру Лавренцову в вашей агрессии. Вера! 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 Вера Я одна Заразу мечту словами И раскрась все яркий, яркий цвет Наиграй мне на гитаре Это кузова Лидим навстречу ветку и ветер Танцуем на рассветах планета На гитаре и бедливых сюжетах Я и ты, я и ты, я и ты О, 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 о. Танец конка минут, диньсерлей про ческу, А-а-а-а-у, иду все города! Пусть и шански споют люди, Я-а-а-а-а-а-у Задив стульми мечты словами, И без страхов, я-а-а-а, яркий цвет На реках не знаю, гитаре, Это угроз! Я и ты, я и ты, я и ты, я и ты. Танцуем до рассвета, танцует вся планета. Танцуем до рассвета, танцует вся планета. Глядим над плечью пемель и пемета, танцует вся планета. Танцуем до рассвета, танцует вся планета. Я и ты, я и ты, я и ты, я и ты, я и ты. Попробуй вскоряй на шаг, и сердце бьется в таг. Лиза, я тебе хочу сказать, что участники сегодня выбирают наисложнейшие песни. Леша, давно ли ты стал разбираться в музыке? С тех пор, как идет шоу «Звезда караоке», я стал таким небольшим экспертом, знаешь ли, но, естественно, не таким экспертом, как Ольга Викторовна. Вам слово. Чуть-чуть бы мне хотелось поярче, поулыбчивать. Ты замечательная девочка, и мне очень нравится, что ты на этот мир смотришь с широко распахнутыми, карими глазами и с такой великолепной, потрясающей улыбкой. Вот это тебе огромные аплодисменты. Ну, а что касается выступления, ну, конечно, я пристрастный слушатель такой и наблюдаю за тобой уже не одну передачу. Ну, что хочется тебе сказать? Вот получилось так, что и у тебя, и у Алены песни оказались немножечко одноплановые. У Алены в тональности ми минор, а у тебя в тональности ре минор. Ну, ходы вот эти, вот первая, третья, пятая ступени немножко вниз, да? И что касалось вот твоего вокала, чуть-чуть интонационно не дотянуло в ходах вот именно вот в этих ми, соль, си, ля, соль, фа, ре, ре, фа, ля, соль, фа, ми, ре. Чуть-чуть не дотянуло, а в целом, конечно, ты создаешь такую красивую очень вокальную тонацию, у тебя звучный низкий голос. И есть обертона, не свойственная для ребенка, когда такая краска появляется, грудного регистра, это очень здорово. Но мне кажется, у тебя все впереди, я тебя поздравляю, ты нам очень нравишься. Мария Романова, что вы думаете по поводу выступления нашей финалистки? Ну, что я могу сказать? Яркая, очень и очень позитивная, уверенная в себе, вера, комфортно, хорошо чувствующая себя на сцене. То есть вот с точки зрения артистизма, мне абсолютно не к чему придраться, абсолютно нечего сказать. Но мне, как неискушенному ценителю, или наоборот искушенному, все-таки дают годы практики в караоке, показалось, что вера где-то была неточна. Я не беру на себя ответственность. Быть уверенной в этих словах, наверное, стоит дождаться мнения более компетентных членов жюри. Вот, поэтому я с удовольствием отдаю микрофон, вот, например, Елене. Елена Валерьевна, ну не томите же нас. Всем еще раз добрый вечер. Вера, спасибо большое за песню. Мне очень нравится творчество этой девочки, тем более, что она занимается у моей коллеги в Беларуси. Спасибо тебе за эту песню. Я желаю тебе всегда лететь навстречу ветру, всегда лететь навстречу своим мечтам, своим целям, задачам. Ты прекрасно справилась, мне все понравилось. Спасибо. Клим Порошилов, как вы думаете, как спела Вера? Я яркое, фееричное, я считаю, выступление. Ты знаешь, ты такая настолько лучезарная, вот, по мне так, настоящая артистка, которая должна стоять на большой сцене. Но если, скажем так, притираться к твоему выступлению, то, конечно, были какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, не точно интонирование было, да, вот, периодически. В принципе, песня яркая, действительно зажигательная. Ты старалась изо всех сил, артистичная, вот, если я пометил, действительно, в тебе есть вот тот потенциал, который необходим для юного и, конечно же, будущего настоящего артиста. Ну, а несмотря на эти моменты, ты молодец, продолжай в том же духе. И мы благодарим наших партнеров развлекательный комплекс «Резиденция Королей» и сеть магазинов «Иксесс Игрушки», «Игрушки Бюс» и «Скатька». Ольга Моторина покорила наших зрителей песней «Сайлентс оф Сайлентс» и стала безоговорочным победителем, набрав наибольшее количество голосов в нашей группе ВКонтакте. И в галок-концерте девушка решила пойти по, так сказать, проторенной дорожке и исполнить эту песню на бис. Я болею за Алену Елисееву, так как мы знакомы и мы дружим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Уважаемые зрители и телезрители, прямо сейчас члены жюри выбирают нашего победителя и через считанные минуты мы узнаем его имя. Но пока мы приглашаем на эту сцену победительницу народного голосования Крымову Диану с песней «Джаз в летнем парке». Хотела бы я сейчас погреться на солнышке. Встречайте! Мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе. Этот конкурс мне придал много эмоций, и мне это очень понравилось. И сейчас я болею за Алену. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Лап бам – мэра тюф и, блю wee тюф, блю тя ул Сверот rumo-п Museum Мы её певот講 voccem Лап бам – мэра тюф Мплю тюф, тюф инnda Врам тюф, штам Нежно гладишь ярость еростью wife Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А нашу следующую участницу, Мария Лукианова, если ты помнишь, приглашала на Майорку и говорила, что у нее будет большое и великое будущее. Саша Пересецкая покорила членов жюри песнями исключительно на иностранном языке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне очень понравилась участвовать в этом конкурсе, это было очень интересно, и много эмоций получила, и я болею за веру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА